В наши дома Новый год приходит с запахом хвои, килограммами яркой мишуры, весело перемигивающимися гирляндами и, конечно же, красавицей елкой. Именно такой праздник мы понимаем, любим и ждем. А какие атрибуты праздничного декора сопровождают Новый год в различных уголках земли? Например, в Швеции к Новому году украшают буквально все. Стены домов, двери, подоконники и окна. Световые гирлянды укладывают на окнах так, чтобы они приняли форму каких-то животных, домиков или елочных игрушек. Примерно за четыре недели до праздника шведы выставляют на подоконнике специальные свечи или электрические светильники. Каждое воскресенье зажигают по одной свече вехи ожидания праздника. Правда, в последнее время традиционные свечи все чаще заменяют на энергосберегающие светильники. Ведь шведы очень трепетно относятся к вопросам экологии и экономии. На Новый год в Англии обязательно украшают елку, а свои дома англичане украшают букетами амелы. Издревле люди верили в магическую силу этого растения. Камин украшают большие расписные фетровые гольфы. По одному на ребенка, куда Санта кладет подарки. В праздничном декоре жителей Туманного Альбиона преобладает красный цвет – цвет сердца, главного органа нашего тела – крови и жизни. Разнообразные фигурки в виде сердец украшают елку. На время праздников в доме полностью меняют занавески, диванные подушки, кухонные салфетки и скатерти. Все должно быть красным. В Германии дома принято обильно украшать разноцветными гирляндами, венками из хвои и фигурками Санта Клауса. За четыре недели до Рождества в немецких домах появляется рождественский венок, состоящий из амелы с четырьмя свечами, которые соответствуют каждому воскресенью наступающего Рождества. Американцы начинают готовиться к Новому году на месяц раньше, чем мы. Бывает, что елка появляется в доме еще в конце ноября. В Америке принято ставить ель в углу комнаты, но так, чтобы она была видна всем гостям и членам семьи. Чаще всего используют однотонные елочные шарики, причем в небольшом количестве. Зато в Америке очень любят гирлянды, которыми украшается как елка, так и весь дом, фасад и участок вокруг дома. Еще одним традиционным новогодним украшением в США считается леденец в форме трости, чаще всего украшенный красно-белыми полосками. Часто праздничный декор дополняет необычные растения – пуансеттия. При этом то, что многие принимают за цветы, на самом деле является окрашенными в красный цвет листьями. А вот японцы, готовясь к встрече Нового года, традиционно мастерят кадаматсу – сосна у входа. Это некое приветствие божеству новогоднего праздника. Делают его из сосны, бамбука, сплетенной из рисовой соломы веревки, а украшают ветками папоротника, мандаринами или пучком водорослей и сушеной креветкой. Каждая из деталей этого украшения символична. Свои дома японцы украшают букетами из ивовых или бамбуковых веток с подвешенными на них моти в виде цветов рыб-фруктов. Эти украшения называются мотибана, раскрашиваются в желтый, зеленый или розовый цвета. Крепятся на видном месте или свешиваются с потолка у входа, чтобы божество Нового года, тосягами входя в дом, тут же приступало к своим обязанностям, заботилось о гостеприимных хозяевах в наступающем году. Чтобы отогнать злых духов, японцы вешают перед входом в дом венки соломы. Обязательный атрибут японского Нового года – мандариновое дерево и мандарины, символизирующие счастье, здоровье и долголетие. В Греции на Новый год дом украшают веточками сосны и кипариса, как символов бессмертия и благородства. У входа греки обязательно вешают веточки цветущего персика, которые отпугивают злых духов. В Иране за несколько недель до Нового года в небольшие горшочки высаживают зерна пшеницы или чечевицы. В Наурус зеленые ростки сабзе украсят праздничный стол, став символом вечного возрождения природы, что не случайно, ведь первый день Нового года в Иране – это первый день весны по персидскому календарю. Новогодний декор в Дании – это сочетание простых праздничных украшений, издержанной цветовой гаммы, натуральных материалов и особого скандинавского шарма в подборе декоративных элементов, которые сложно описать словами. Это обилие белого цвета, символизирующего снег и прохладу, древесина как основной материал в изготовлении украшений, животные мотивы. Любимые новогодние украшения датчан – шишки, еловые ветки, заботливо поставленные в кувшины с водой, стеклянные фигурки, венки и звезды из сухих веток лозы. В Греции на Новый год наряжают гранатовое дерево, а плод граната является обязательным атрибутом новогоднего праздника в каждом греческом доме. В Греции существует обучий, согласно которому ровно в полночь глава семейства выходит во двор и разбивает плод граната об стену. Если зерна разлетятся по двору, в Новом году семья будет жить счастливо. На Новый год и Рождество в Индии наряжают манговое или банановое дерево, а дома украшают листьями манго и пуансеттии. Это молочай, красивейший, рождественская звезда. На стены и края плоских крыш помещают глиняные масляные лампы. В каком уголке мира вы бы не были, Новый год неизменно приносит надежду на обновление и новое счастье. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова